С вами проблемные новости доты. Нави ливают с буткемпа и обсуждают дисбант. Травоман купил кольцо, но не на течиса, а на свой палец. Киевский мейджор могут перенести. Объявлена киберолимпиада. Valve наконец анонсировали 10-й Инт. Групповой этап пройдет с 5 по 8 августа, а мейн-эвент с 10 по 15. Интересно, что Габен таки решила оставить Инт в шведском Стокгольме, несмотря на не самую лучшую обстановку с короной в стране. Соответственно, пока не ясно, смогут ли зрители посетить главный турнир года. Да и в общем-то других деталей ивента особо пока не анонсировали. Хотя не, в анонсе еще указано, что нового боевого пропуска ждать не стоит. На Инте будут разыграны 40 лямов с прошлого батлпасса. В дополнение к Инту, Valve анонсировали сразу 2 летних ивента. Правда, что в них будет, пока тоже непонятно. А еще в Доте наконец появились командные наборы. И я, честно говоря, в шоке. Мы что, вот этого ждали полгода? Всего 17 команд, среди которых лишь одна из Китая и нет нависа УДЖИ. Зато есть Team Unique с фразочкой Папича. Легкая, легчайшая. Для кого? Для величайшего. Еще есть Empire, которые повыделывались озвучкой известного актера дубляжа. Мама меня фурубила! Большая фура! Team Empire наносит ответный удар! Само содержимое бандлов поддержки довольно скудное. За полторы тысячи рублей ты получишь 3 фразы да парочку граффити. Короче, до стикеров из КСа очень и очень далеко. Ну ладно, это ж Valve. Тут, наверное, надо сказать спасибо, что хоть и хоть что-то добавили. На днях разработчики крупнейших файтингов Mortal Kombat и Tekken отказались от сотрудничества с V-Play. Об этом они одновременно заявили в своих твиттерах. За кулисами ходят активные слухи, что это все из-за спонсорства одного букмекера с довольно-таки сомнительной репутацией. А еще появилась такая вот информация, что из-за все того же букмекера предстоящий мейджор по КСу отобрали у ESL и передали его PGL. Казалось бы, а при чем тут вообще Dota? Ну смотри, крупные игровые издатели отказываются сотрудничать с турнирными организаторами из-за одного сомнительного букмекера. При этом второй мейджор, который должны были провести в V-Play, до сих пор не анонсирован. Вот я и делаю выводы, что может быть Valve не только мейджор по КСу решили отдать кому-то другому, а и с Dota какую-то движуху решили подмутить. Хотя опять же, пока что это лишь догадки, зато в другой движухе я уверен на все 100. Подпишись на телеграм-канал Dota2 по ссылочке в описании и ты автоматически станешь участником розыгрыша 5000 рублей. Не надо нигде регистрироваться и выполнять лишних действий, достаточно просто подписаться по моей ссылочке. Причем подписаться не на какой-то развод, а на крупнейший канал по Dota в Телеграме. Это, кстати, уже наш третий розыгрыш халявных призов. Уже традиционно 5 случайных людей, подписавшихся по ссылочке в описании, получат на свои реквизиты по 1000 рублей. Розыгрыш я проведу на стриме примерно через неделю. И не забывай, что телеграм-канал Dota2 постоянно публикует свежие новости, расписание матчей, а также разные мемасики. В общем, у них найдется контент на любой вкус. В одном из недавних выпусков я рассказывал про очень странный список дисциплин на чемпионате России по киберспорту. Казалось бы, ну что может превзойтись симулятор дронрейсинга? Оказалось, с российским организатором еще есть куда стремиться. Международный олимпийский комитет на днях объявил о проведении первых в мире виртуальных олимпийских игр. Переводя на понятный язык, это как бы первая в мире киберспортивная олимпиада. Только вот здесь список дисциплин это просто вынос мозга. Виртуальный бейсбол, виртуальная гребля, а также парусный спорт и виртуальный велоспорт. Причем все эти виды представлены абсолютно неизвестными играми. Ни о какой Dota или CS речи близко нет. Единственная хоть где-то мелькавшая игра с этой олимпиады это Gran Turismo, представляющая категорию автоспорт. Да, знаешь, у меня вот складывается впечатление, что автор этой олимпиады, он просидел в бункере последние лет 15. В недавнем интервью игроки Na'Vi рассказали о не слишком удачном старте TPC лиги. В глубине души мы не верили в победу, я не знаю. В игре против Team Spirit мы вообще ничего не делали, в принципе, в игре. Fly добавил парочку комментариев в своем стиле. Ну что рассказывать про игру с ВП? Мы обосрались на драфте, обосрались по игре, сидели обосранные. Айсберг вообще заявил, что после первых игр Na'Vi обсуждали дисбанк. Не, рофлы-то рофлами, но, по-моему, здесь Айсберг ясно намекает, что в команде дела обстояли не очень. Хотя сейчас вроде что-то начало получаться. Ребята движутся к третьему месту в группе и отборочным на мейджор. Лидерские качества есть, да. Каждый день я слышу парни, парни, парни. Выводы из прошлого двухмесячного буткемпа тоже были сделаны. Я ну ехал, потому что устал от буткемпа. Мы разъехались сегодня, потому что не хотим делать как просто буткемп, сидеть два месяца и страдать. Na'Vi также немножко поменяли игру под Рамзеса. Теперь они отдают фарм не керри и мидеру, как в классическом варианте, а разделяют его между сложной керри, играя с более агрессивным айсбергом. В свою очередь, ВП и спириты уже стопроцентно едут на мейджор. Осталось только узнать, с какой стадии они его будут начинать. В европейском дивизионе DPC ситуация далеко не так однозначна. Например, Альянс, обыгравшие почти все сильные команды, неожиданно уступили аутсайдерам Брейм. К слову про Альянс, вдобавок к своему главному тренеру Лоди, они анонсировали игрового тренера PPD. Он будет делиться опытом и помогать шведам с тактиками. Идущие на втором месте Ликвид вообще заменили игрока. Вместо Бокси теперь за них выступает Сумаил. По словам их тренера, Бокси сам взял перерыв от Доты из-за личных проблем. При этом, когда он сможет вернуться к игре, пока не ясно. Более того, не исключается шанс того, что Сумаил останется с командой вплоть до Инта. А тем временем, Нигма укрепляют свои позиции не только в турнирной таблице, а и на Ближнем Востоке. Они заключили стратегическое партнерство с довольно крупной авиакомпанией из Эмиратов. OG решили не отставать и заключили сделку с одним из крупнейших автоконцернов BMW. Правда, анонс выглядит как-то максимально скудно. Даже молодые VP с флагами в дыму смотрелись лучше. Ааа, точно VP. Они же тоже недавно подписали спонсора. Получается, команда OG подписывает автоконцерн, Нигму авиакомпания, ну а Virtus.pro... сосательные конфеты. В китайской DPC лиге вообще происходит какая-то жесть. Тут есть всего один явный фаворит в лице Астер, один явный аутсайдер и шесть команд со счетом от 3-2 до 2-3. Кстати, арена, где играют IG, недавно была украшена мемным вопросиком Эмма с финалов сингапурского мейджора. А ты еще помнишь звездный состав Team SMG, которых спонсирует не менее звездный певец JJ Lin? Так вот, мужик, который этот состав собирал, недавно был из него киктун. Видимо, дед уже не тот. К слову, еще один дед под ником Чуань продолжает поиски команды. Легенда 2-го Инта за месяц так и не смог найти достоинных тиммейтов. Осталось забрать Ротка из тренерства, Бернинга из стриминга и Сяуэйта из реал лайфа. Потом проводите шоу-матч против старого состава Na'Vi, фиксируете прибыль и спокойно выходите на пенсию. В топах Реддита в последнее время появилось несколько интересных постов. Страта с уничтожением вышки до крипов, показанная одним из юзеров, так вообще была взята на вооружение в высшем дивизионе DPC в Китае. Правда, оказалось, что пик, необходимый для реализации этой стратегии, ну как-то не очень жизнеспособен. По итогу, вышку-то они до крипов забрали, но уже через 13 минут сами написали GG, проиграв игру просто в салат. В общем, не каждая идея с Реддита оказывается хорошей на практике. Хотя, знаешь, идея вот этого юзера мне еще как по душе. Паренек раскопал целую кучу смурфов Травомана и предложил перебанить их всех вместе с его мейном. Причем в список попали как лоу ММР Аки, где наш минер просто фанится, так и аккаунты из топа рейтинга, которые Тимур продолжает скупать, чтобы поджигать про игроков и снимать свой контент. Я уже высказывался по поводу Травомана в нескольких роликах, поэтому повторяться не буду. И знаешь, как ни странно, это была не главная новость про Тимура. Буквально вчера он вышел замуж. Ой, женился. Удачи и терпения желаю ему и его возлюбленной. А вот следующую тему Реддита я просто ну никак не мог пропустить. Здесь юзер пообещал вбрасывать говеные модельки Морфа, пока Valve сами нормально не переделают модельку данного героя. Я лично полностью поддерживаю данную инициативу. Морфу давным-давно пора добавить полигонов. Еще одним неплохим нововведением могли бы стать особые хелсбары для юнитов, которые умирают не от размера урона, а от количества тычек. Как, например, яйцо Феникса. Да вот только ты же понимаешь, что мы имеем дело с Вольво. Они только-только на днях пофиксили баг с преждевременным вылетом игры, в которой была установлена задержка внутри клиента. Это из-за него, между прочим, многие стримеры и пиратели матчей Сингапура. А про новый радиус обзора вордов Габен так и вовсе забыл сообщить. Действительно, да кому вообще такие мелочи интересны? Лучше мы добавим профили DPC команд, в которых будет тонна ошибок. Зато второй сезон аниме делаем. Как говорится, ждем и кайфуем. Хотя даже тут нашлась ложка дегтя. Оказывается, первый сезон потерял около 40 минут хронометража из-за проблем с продакшеном. А ведь эти минуты могли бы очень помочь некоторым зрителям, незнакомым с Дотой, понять сюжет этого самого первого сезона. В общем, у Valve наблюдаются проблемы буквально по всем фронтам. Это же подметил и ФНГ в недавнем интервью. Я много знаю того, что происходит там среди турнирных операторов. Я бы сказал, что Дота, наоборот, вернулась на какое-то дно очень большое. Потому я бы сказал, что Дота, ну, она как-то, знаешь, так вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И непонятно, где какой-то просвет. Тут еще и оказалось, что Riot Games всячески давят на организации, чтобы те отказывались от Доты, если хотят работать с Лолом. И ведь реально сейчас организации с составами по Доте и Лолу можно буквально по пальцам пересчитать. А в Европе и СНГ таких вообще нет. Valve же вместо того, чтобы укреплять про-сцену и завлекать новых игроков, занимаются не пойми чем. Не так необходимых изменений DPC лиги, ни лайк под этим роликом не ставят, ни коммент не пишут. Что же, поглядим, к чему приведет такой относительный пофигизм от разработчиков Доты. Факт дня. В недавнем интервью No One заявил, что они бы точно обыграли всех соперников из СНГ, если бы встретились с ними на ДПС снова. Как говорится, не делом, а словом. Или там не так говорится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА